Здравствуйте! С вами Нестерович Екатерина и это новости in Poland. Тема сегодняшнего нашего выпуска. В Польше произошло ДТП с украинским автобусом. 5 человек погибло, 40 пострадавших. Во Вроцлаве умер человек, не дождавшись скорой помощи. На границе Польши пассажир автобуса показал положительный тест на COVID-19. 26 пассажиров развернули обратно. В Польше личные визиты к врачу возвращаются. Вводятся ограничения в телепарадах. Сольные вечера, концерты, кинопоказы, женский протест. Так отметили Международный женский день во Вроцлаве. А теперь подробнее. Автобус с украинцами, попавший в жуткое ДТП в подкарпатском воеводстве, выехал из позднаний 5 марта в полдень. Водители останавливались на отдых за несколько часов до трагедии. Автобус съехал в Херсон. До границы оставалось около 30 километров. Однако почти в полночь он съехал в Кувет и перевернулся. По словам пассажирки, автобус был переполнен. Несмотря на санитарные нормы, введенные через коронавирус, в автобусе было 57 человек. Водитель возмущался, что не знает, как будут пересекать границу с таким количеством пассажиров, и выглядел усталым. По словам очевидца, автобус начало водить по дороге. После третьего раза транспортное средство пробило ограждение и на скорости упало в ров. Пассажирка уверена, что водитель уснул за рулем. Правоохранительные органы рассматривают несколько версий. Со слов прокуратуры, наиболее вероятно, водитель хотел повернуть вправо, но была великовата скорость. Это привело к тому, что автобус въехал в защитные барьеры, а потом перевернулся на правый бок. На этой неделе будет проверено техническое состояние транспортного средства и станет известно больше информации. Украинка отмечает, что оперативно сработали службы. Полиция, скорая, спасатели. Часть людей, менее пострадавших в ДТП, уже вывезли в Украину. Обвинение в непреднамеренном причинении автокатастрофы было предъявлено 48-летнему водителю, который в то время управлял автобусом. В результате аварии погибло 5 человек, а многие пассажиры получили легкие, средние и серьезные травмы. За сотейное мужчине грозит до 8 лет заключения. Во Врославе умер человек, потому что не было свободной машины скорой помощи. К врославянину, у которого произошла остановка сердца, вызвали скорую. Но она не смогла приехать, потому что в то время в городе не было свободных машин. К мужчине направили вертолет скорой помощи, но и тот ничем не смог помочь, поскольку не было где приземлиться посреди города и многоэтажек. После этого на указанный адрес прибыли спасатели, однако не смогли уже ничем помочь. Больной умер. Инцидент произошел вечером 6 марта в жилом комплексе Гай. Почему же скорая помощь не приехала? Михаил Новаковский с маршалковского управления, в рамках которого действует служба скорой помощи, поясняет, что тот день был сложным, и на номер экстренной помощи поступило почти тысяча вызовов. На границе Польши пассажир автобуса показал положительный тест на коронавирус. 26 пассажиров развернули обратно. Необычное событие произошло во время пограничного контроля в Дарахуске. При регистрации явился гражданин Украины, который сообщил, что у него положительный результат анализа на COVID-19. Мужчина сказал, что с ним все в порядке и нет тревожных симптомов. В этой ситуации водитель автобуса вместе со всеми пассажирами были немедленно изолированы в место, где не было возможности контакта с другими путешественниками, пересекающими границу. Иностранцу и всем пассажирам было отказано во въезде в Польшу из-за того, что их въезд представлял угрозу для здоровья населения. В итоге автобус с 26 пассажирами, включая 25 граждан Украины и 1 гражданина Молдовы, был возвращен на территорию Украины. Согласно недавно опубликованному распоряжению министра здравоохранения, врачи не смогут принимать решение о лечении пациента с помощью средств связи. Новые правила вступят в силу 15 марта. Регламент предусматривает, что стационарный визит будет обязательным для детей в возрасте до 6 лет и для людей с хроническими заболеваниями, когда состояние больного ухудшается или меняются симптомы. Когда о телепараде не может быть и речи. Тогда, когда вы впервые посещаете врача или акушера. Но если врач увидел пациента вживую и следующий визит не требует обследования, можно это сделать удаленно. Изменения на прошлой неделе на пресс-конференции обсуждал министр здравоохранения Адам Недельский. Мы имеем много сигналов о злоупотреблении такой формы контакта с пациентом. Мы ограничим возможность их использования, пояснил глава Минздрава. Международный женский день Праздник, который отмечается ежегодно 8 марта в ряде стран мира. Появился как День солидарности с женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. С марта 1975 года Международный женский день отмечается в ООН. В женский день в смысле о милых дамах во Вросове были организованы сольные вечера, концерты, кинопоказы, театральные представления и лекции. Многие магазины и торговые центры проводили суперакции, где прекрасный пол мог получить подарок или букет цветов. Погода также была не самой плохой. И надеемся, что все девушки и женщины провели этот день в прекрасном настроении. Также во Вросове и многих городах в очередной раз прошли акции протеста женщин, отстаивающие свои права. На этот раз под лозунгом 8 марта Женский день без компромиссов. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. И не забудьте подписаться. Продолжение следует...